Всем привет! Блендер 2.91 И вот захотелось сделать анимацию, попробовать за столом, сидя на стуле. Тут будет присутствовать вот такой вот скачанный опять же пистолет. Лепить его и моделить времени нет. А хочется попробовать. Из какого фильма? Пишите под роликом. Так, первое что я хочу сделать это сначала посадить персонажа на стул. Попробовать это первый раз. Вот такое дело делаю. Так, значит выбираем руки. Выбираем через шифт вторую руку, через шифт таз. Теперь тройка на нампаде. G. Как-то все это дело наверное вот так. Теперь ну пусть пока он так сидит. Так, что еще хотелось бы ему сделать? Сейчас нужно будет подгадать размер стола, чтобы это все более-менее красиво было. вот так. G. Выбираем одну руку. G. R. Так, вот сюда ее уложим. Вот так вот. И чуть-чуть пониже. Минь поныже. Немножко это все дело тройка. R с огнем персонажа. И вот сразу его посадим более-менее в позу ожидания. Да? Вот так как-то. Так. вторая рука идет тоже на стол. Ну вот таким образом. Ага, все. Теперь заходим в object mode. Я теперь хочу вот это все дело тройка на нампаде подвинуть стол. Так, и сделать стол наверное S побольше и поднять его повыше. Так, транспозом чуть-чуть я его наверное сплюсну. Вот так вот. Надеюсь небольшоватый. Следующее, что я хочу сделать это единица на нампаде shift A добавить арматуру добавить сингл бон. Теперь вынесу наверно косточку вот сюда повыше. Выберу пистолет. Тоже подниму его вот так вот на уровень вот этой косточки. Приближаю. Выбираем теперь косточку. Делаем ей S вот так. Так, тройка на нампаде перекрутим. Ну и где-то наверное вот так ее подставим. Теперь выбираем Infront Viaport Display чтобы ее видеть. Так, Ctrl Z давайте еще немножко S сделаем, чтобы нормально привязался пистолет. Ну и чтобы видеть кость. Можно ее уже будет ее видно. Все, вот так и пойдет. Выбираем теперь пистолет. Через shift выбираем косточку Ctrl P Width Automatic Widget и все это дело опускаем на стол. Так, это он будет брать ее вот так вот. Значит, тройка на нампаде. Выкручиваем ствол G положим его на стол вот сюда вот ровненько вот таким вот образом. Так, единицы на нампаде поближе поставить и чуть-чуть перекрутить. Вот так. Теперь тройка на нампаде опять немножко перекрутить ее. так R давайте лучше клавиши R так будет удобнее. Так, все, ствол лежит, стол есть, стол есть, ну какой-никакой конечно, да. Руки на столе. Что еще хотелось бы добавить, ну для интриги это shift нет, не shift а, а файл импорт fbx файл и рабочий стол. Я тут сделал анимацию лампы pixar. Так, вот мы ее сейчас поднимем полностью. Семерка на нампаде R перекрутим в его сторону и G поставим сюда на угол. Так, единица на нампаде опускаем лампу вот сюда, ну чтоб места пустое слишком не было. Еще можно было конечно кружку добавить. с чаем G ну как-то вот сюда на угол чтоб не мешало и давайте добавим ей какой-нибудь эдакий материал. Так, это материал будет у нее ну где-то вот такой наверное. Так, чтоб не отвлекало на себя именно анимацию добавим шейдинги, добавим металлика. Так, спекуляр ну пусть чуть будет на середине. и прям чтоб металлическая лампа была. Вот такая штука. Итак, начало положено, да, лампа есть, стол какой-никакой, паркет есть. Выглядит все это дело вот таким пока образом. Вот так вот. Ну и давайте делать анимацию. Вытаскиваем таймлайн. так с чего бы начать. Выбираем кости и выбираем пост мод. На первом кадре английском так вот это что у меня тут за кадр прописан. кейфрейм. А, Ctrl Z пардонте. Я ж его посадил, да, это первый кадр будет. Теперь на 20 кадр ставим. Так, это что такое? G Ctrl Z Ctrl Z A и Lock ROT я его не прописал. Один кадр значит Delete теперь выбираем 20 кадр. Так, Ctrl Z Object Mode нужно через Shift выбрать еще косточки вот эти. Так, или давайте пока лампу отключим. Вот эту лампу нужно отключить. Tool Stool Ctrl Z Что не так? Вот все отключил я лампу теперь потом мы ее установим выбираем кости выбираем последний кадр значит Delete кейфрейм пока и двадцатый кадр ставим на двадцатом кадре что нужно сделать так думай башка думай выбираем постмод косточки выбираем одну руку вот эту значит R ее перекручиваем вот вот так а эту типа G R G к стволу к стволу к стволу а и лократ так смотрим это кадр должен быть медленный так значит двадцатый кадр перетаскиваем где-то на 40 вот так и на 40 кадре давайте голову ему наклоним вот так и немножко тело вот так вперед тоже наклоним а и лократ смотрим что получилось ну вроде да такой оживленный персонаж теперь до 80 кадра он медленно должен или давайте на 60 кадр поставим опять же это эксперимент первый раз все это дело делаю object mode через shift выбираем сразу пистолет os mode английская а на 40 кадре это все прописываем а и лократ чтобы пистолет прописался смотрим как пистолет все поведет все на месте лежит он не двигался на 60 кадр ставим так стол пока можно отключить вот так сгибаем пальцы вот эту руку положим на пистолет р палец чуть-чуть один отгибаем вот этот дальний так а вот эти пальцы будем сейчас сгибать так вот этот вот этот и вот этот выбираем не так вот этот на курок который будет давить не выбираем так вот в такое положение как-то ставим можно тройка на нампаде и и согнем вот эти пальцы так теперь выбираем вот эти фаланги следующий семерка на нампаде тройка на нампаде р вот вот так и теперь последние фаланги р подгибаем смотрим чтобы рукоять была именно ну как да рукоятка была именно в руке так единица на нампаде тройка на нампаде и на шестидесятом кадре так R перекручиваем руку G вот так вот R G так включим стол чтобы видеть где рука должна лечь ну так как-то и G одну руку чуть дальше отведем и вот на ней тоже чуть-чуть пальцы подсогнем так значит вот это фаланга вот это это всю сгибаем семерка R сильно не надо ее сгибать расслабленно человек вроде нервничает семерка на нампаде R и вот палец чуть-чуть кверху или даже лучше книзу вот единица на ападе G руку уложим на стол а и вокруг потом будем расставлять это все замедлять удлинять так сороковой кадр рука G не лежит на столе а и вокруг так и на сорок девятом R вот так ее поднимем чуть-чуть а и вокруг вот вот теперь нормально что происходит значит так персонаж у нас сидит смотрит видать на дверь потом берет руку ложит на ствол тут на 60 кадре кстати нужно выбрать теперь косточку вот этого пистолета и руки и немножко наверное единица на нампаде R перекрутить ее и G вот так так и R чуть-чуть в эту сторону вот А и локрот получается что он сделал так тут еще какая-то запчасть отпала но прикольнее будет что получается D сейчас еще вот эту руку чтобы стол она не входила я чуть-чуть еще подкручу так чтобы пальцы было видно а и локрот переписываю кадр и происходит такая штука опять персонаж сидит смотрит видать на дверь за ним должны прийти вот он нервничает берет ствол и теперь пошла именно анимация game over да теперь 60 прибавляем 7 ставим на 70 кадр и что еще вот вот эту косточку выбираем выбираем кисть руки так пардон вот так единица нам паде идет выкручивание и g это все делал так вот поднимается выкручивается так тройка на нам паде выкручивается позвоночник и вот эта рука раз тело тянется чуть-чуть уходит вот сюда и вот ну так к телу а и локрот проверяем смотрим анимация наверное будет немного долгая вот так все это дело следующее должна быть задержка он должен сначала подумать стрелять в дверь или в себя еще 10 кадров добавляем это тройка на нам паде выбираем ствол выбираем через shift кисть руки и поднимаем это дело все вот так вот немножко тоже выпрямляем шею ну и можно на 80 в принципе человек нервничает он ногами не будет двигать но все-таки давайте проверим как анимация будет с движением ног обстоять а и локрот ну вот все он занял позицию еще ставим на 10 кадров перекрутим ему тело R 7 на нам паде немножко тела R вот так перекрутим выберем теперь кисть и ствол и G вот так направим и вниз немножко так голову повернуть в сторону стреляемого объекта значит R вот так опять же он двигается кисть можно отодвинуть здесь должна быть именно ну как полоса вот здесь вот сюда вот уводим повыше чуть-чуть ствол а и локрот так ствол нужно немножко перекрутить с кистью единица нам паде R вот теперь перепрописываем кадр а и локрот и опять же смотрим что получилось что получилось нормально теперь добавляем 20 давайте 25 кадров если что потом один вот эти 15 передвинем он тут думает выбираем опять же кисть руки и ствол и немножко ствол теперь поуводим в бок единица нам пади g хочет положить типа ствол а и вот смотрим какая тут задержка получилась даже я наверно побольше поставим на 130 здесь у нас что получается как бы быстро наверно надо еще замедлить ну давайте еще замедлим выбираем так на каком кадре он берет ствол значит сороковой ну давайте вот шестидесятый кадр это g уведем на 70 80 уведем на 90 нормально теперь сотый на сто двадцатый наверно до 120 и остальные вот эти кадры переведем на сто сороковой о есть такое дело еще добавляем наверно 20 кадров выбираем ствол выбираем руку так тройка на нампаде теперь и поднимаем р перекручиваем перекручиваем тело пишем а и лок рот и здесь он решает все таки не стрелять ни в кого а геймовер сделать себе поставим в конечный так значит но пока 400 кадров так и тут расстояние замедления надо посмотреть 190 200 так это 20 значит поставим 40 и сейчас будем проверять выбираем пистолет выбираем руку тройка на нампаде р г г г немножко р и голова шеи тройка на нампаде уходит вот так вот и пистолет тогда поднимаем тройка на нампаде г г подставляем чуть-чуть перекручиваем и уводим в бок о локоть немножко перекручиваем ну что-то наверно в таком духе так а ну посмотрим как это все будет идет ломка кисти нужно подкорректировать немножко косточки выбираю вот эту кость так вот эта рука уходит сразу вот сюда и и немножко перекрутим его позвоночник тоже немножко уходит назад и пистолет еще больше подходит шеи так как это все дело культурно сделать шеи так как это все и 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 7 на нампаде и повернем голову И немножко подправим Тройка Единица на нампаде Позвоночник Так И немножко голову перекрутим Во Теперь ствол рука И вот это тоже Оп Чуть-чуть опустим Во Локоть А и Локрот Смотрим что получилось Ага Тут должно быть Немножко по-другому Вот эта рука Р Должна внизу так уходить Во Вот так как-то А И локрот Так а вот как сделать выстрел Так на 218 Происходит выстрел Нет выстрел он должен быстрее происходить 248 Как будем делать его Ну опять же эксперимент Значит Рука идет вперед Голова еще немножко Отталкивается А И локрот И тут резко Теперь должен Вот этот пистолет Упасть Так значит Ключицу поправляем Семерка на нампаде Р Перекручиваем Ключицу Рука вот эта тоже должна Вот так вот свистнуть И тело Чуть-чуть перекосится На эту сторону И голова Наверное Вместе с шеей Чуть-чуть Вот так вот Вбок Угу Есть такое дело Теперь нужно найти пистолет G Руку опускаем R Перекручиваем G Ее тоже опускаем Расслаблено Тело R Тоже перекручиваем Как не та кость Семерка на нампаде R Вот так вот Так А где у нас ствол Вот это что за кость G Вот ствол Он падает R Вот сюда На паркет А И лукрут О Нормально Чуть-чуть G Отведем сюда Так вот Кадр Делит Кейфрэм Локоть Не надо Сгибать Во И повторим Кадр Выстрела Так Кадр Так, R. Шею немножко R. Так, что-то я не понял, что с пистолетом. Не выбралась кисть, походу. Так, и он должен нажать курок, да? Рука чуть-чуть выкручивается, голова отпадает. Так, вот это я никогда не делал, стрельбу А и локрот. И следом идёт кадр, он же быстрый, да? Получается пистолет, кисть. Идёт как бы откат, да? Голова ещё падает сильнее. Тело перекручивается вот так. Так, и пишется А и локрот. Выберем вот этого персонажа, только зайдём в постмод. Английская А. И вот так. И вот эти ноги, вот так вот. Ги. Вытянем. И как бы ТАС. А, и локрот. Всё. Шиздец. Ну, так же для кайфа, чтобы как-то это всё дело красивее было. Можно сделать, выпрямить вот эти пальцы назад. Прописываем все вот эти промежуточные кадры. И делаем рендер. Смотрим, что получится. Всё. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok